Паша, привет, дорогой! Привет! Ты мне прислал документ, который называется Тезис и требований к правительству. Ну, это грубый достаточно формат. И это драфт. Но, тем не менее, я подметил несколько пунктов, которые вызывают озабоченность. Эти пункты это не моя точка зрения, это точка зрения как зарубежных специалистов, так и людей, которые работают у нас в ППС, так называемом, в педагогическом составе, профессиональный педагогический состав. Вот. И некоторые из них выстраданы и излучают боль. Да, понятно, да, понятно. Значит, я сейчас буду их зачитывать. Да, давай. И обсуждать. Ну, ты помнишь, чего начиналось с моего собственного крика души, который состоял, по сути, из трех частей, ты добавил еще несколько. Да. Это, значит, достойные зарплаты учителей, и все, безальтернативно. Вот этот пункт безальтернативно, без всяких там замен учителей экранами и т.д. Второе, это полное обнуление бюрократизации, связанное с учителями, то есть требования каких-то там от них всего подряд, каких-то заполнения бумаг или прохождения курсов повышения, квалификации или чего-то еще в этом духе. В общем, все это под ноль, в общем, нафиг. И третье, это широкомасштабный ввоз наших специалистов, которые находятся на Западе, ну, естественно, тех, кто захочет приехать, вернуться. А также, если удастся договориться с МИДом и с прочими организациями, радушное приглашение без всяких, ну, то есть виза, грубо говоря, виза без, ну, просто сразу вот виза, да, вечная виза в Россию для, там, тысячи самых крутых ученых иностранных. Ну, по последнему пункту я тебе уже высказывал, что это же не только в России, не в России невозможно, это преподаватели же приходят не в страну, а в инфраструктуру университета. Да, да, да. И я тебе приводил пример Уолтера Льюина, который работал ученым-астрономом в MIT, и как-то нидерландский телеканал решил снять с ним беседу, и задали ему вопрос, почему вы в Нидерланды к нам не приедете. И его реакция была следующая. Ребята, это же рай по сравнению с тидерландами. Как вы можете от меня требовать вообще, чтобы я приехал к вам? Я мог сделать здесь вообще все, что я хочу. Да, понятно. Нет, это все понятно. И, конечно, третий пункт связан исключительно с тем, что мы уже становимся образовательной властью и начинаем все очень сильно менять, в том числе и под вот эти цели. Ну, там, в стекловку можно привезти людей сейчас, пожалуйста, приезжают и работают. То есть в отдельные места можно ввозить сейчас вполне нормально. Вот, но, к сожалению, получение российской визы – это ад, кромешный. А сейчас вообще об этом нельзя… Ну, сейчас вообще мы не говорим про сейчас, потому что сейчас непонятно, чем заканчивающаяся дурацкая пандемия с ее ограничениями. Но если даже мы считаем, что она закончилась, все равно вот… Вот это были мои три пункта. Значит, ты в ответ прислал следующие, в которые частично пересекаются. Значит, первый, который, да, я просто не знал, как его сформулировать. Я под ним подписываюсь всей своей душой. Я просто не умел это сформулировать. Ты сформулируешь. Значит, вот что ты сформулировал. Сейчас я читаю. Ну, я могу зачитать свой. У меня, собственно, копия открыта. Тот же самый. Ну, давай, вот зачитай первый пункт. Это не мой пункт. Я его частично взял у Ванды Тилес из группы проблемы образования. Вот есть такая в Фейсбуке. Но ей удалось достаточно четко его сформулировать. Ну, и я частично наблюдал. Проблемы от этого – это пересмотреть механизм участия частных экспертов института исследования проблем образования при правительстве Российской Федерации. Проблема заключается в том, что у нас Министерство образования, ну и Кудрин в частности, когда разрабатывают экономическую модель, то есть финансирование образования, они опираются на мнение институтов и экспертов, которые получают гранты от государства и от частных организаций типа World Bank. Да. Вот. И эти эксперты подсаживаются на уши. И это очень большая проблема. То, что нет альтернативного мнения, которое бы могло поставить под критику то, что они говорят. Потому что их мнение оказывается безальтернативным. Научно обоснованным, да? Да. Научно обоснованным, ввиду отсутствия критики. То есть мы от нормативности, сразу от теории переходим к нормативности, минуя апробацию. Так было много где, то есть и с такими мелочами, как интерактивные доски, на которые потратилась огромная куча денег. Ну вот в частности, один из пунктов это повторяет, по сути говоря, здесь в том, что я перечислял. То есть закупили интерактивные доски, но не знают, что с ними делать. Потому что преподаватели, они используют эти доски максимум как проектор, чтобы студентам что-то показать. Оставаясь просто источником содержания образования для детей, а при этом никакой интерактивности не привнося. И это не только в России, за рубежом были проведены исследования, то есть порядка 10% преподавателей использовали это больше, чем просто какой-то экран. Да. То есть по сути говорят, что мелом по доске, и при этом еще теряется, если вы будете использовать какие-то приложения, которые разрабатывает тоже Сбербанк, да, там Сберкласс, то в таком случае вы потеряете гибкости для преподавателя, потому что, ну, а какой смысл тогда? То есть преподаватель взял любое методическое руководство, да, сам написал, что ему нужно. А тут сгенерированный уже контент жесткий, да, можно его использовать. Но с другой стороны тогда возникает вопрос, как верифицировать это все дело, как это все дело прогонять через рецензентов. Потому что тут тоже забыл, как называется школа, очень неважно. В общем, был еще сторонний проект, который тоже задействовал интерактивные доски, и там было огромное количество ошибок в учебных материалах. Вот. Поэтому вот эта вся история с тем, что у нас на государственном уровне проталкиваются такие вещи, как, ну, допустим, вот из Института развития образования была инициатива сокращения количества отношений студентов по ПС и учителей на школьников до цифр, которые были с отъясены с ОССР. Не, ну вот интересно, что вот когда это вот произносится, да, там сокращение до средних, или они любят говорить приведение к общему, вот к среднему, приведение этих цифр, они же не говорят в слух, что это сокращение, да? Да. Просто на самом деле это все ширма, это, ну, это пыль, да, пыль в глаза, то есть просто написано сократите, нам, мы не хотим платить столько денег преподавателям, точка. Сократите, то сократите, и это пусть они, пусть им преподаватель 10 тысяч человек учат. Будет прекрасно, вообще прекрасно, через экран будет прекрасно. То есть они несут откровенную чушь и почему-то, вот, единственное, что здесь непонятно, почему, как бы, Кремль к ним прислушивается. Вот это я просто не понимаю. Ну, у них нет просто альтернативы, скажем так. То есть преступная чушь, это же, вот это и есть настоящие предатели Родины, ну, как бы, в том прямом смысле слова. Я бы не сказал, что это предатели Родины, потому что, например, в США, когда проводились реформы относительно психбольниц фрейдистами, они же тоже исходили из каких-то своих идеалов и благих целей, но, к сожалению, эти благие цели не основаны ни на какой доказательной науке. То есть то, на что опирается социология, то, на что опирается психология, в ряде случаев это просто слова, выдуманные из головы. Да, понятно. И при этом не прикопаешься, потому что научные статьи по этому поводу есть. увлекаются, да. Да, и как бы на твоей попытке как-то оспорить какую-нибудь чушь, которую рассказал Зигмунд Фрейд, в 20-х годах, тебе будут тыкать, ну как же, это же Выгодский, это же Фрейд, это же Пиаже, как вы можете вообще, это же светило. Вот когда появляются подобного рода иконы на самом деле и игнорируются все другие ученые, у которых есть какие-то исследования, тогда наступает крах и хаос. Слушай, вот к этому пункту, значит, тут просто никаких сомнений даже нет, к нему не хватает некоторого списка. Ну вот, например, здесь упоминается Ирина Псеволдовна Абанкина, которая призывала к доведению соотношений, да, Исаак Фрумин, который, да, тоже весьма известен разными такими вещами. Значит, вот чего нам, если мы будем реально под них уже копать, по-серьезному говоря, нам нужен список этих людей с полными их достижениями, в кавычках, с высказываниями в такие моменты, в такие, в такие, вот как бы аббревиатура ВШЭ, она вызывает боли, страдания у педагогов. Ну, только в этом плане, только в плане их вот инициатив в этом институте образования. Мне всегда, как бы, люди, кто в Вышке работает, всегда говорят, что, типа, на нас проецируют, на нас проецируют, но, как бы, конечно, работающие в Вышке люди не имеют никакого отношения к этому. Ну, проблемы-то не от образовательных институтов Вышки, проблемы от институтов научно-исследовательских, которые выполняют роль консультантов. да, да, то есть, неправильно даже тут, как бы, то, что они к Вышке, они тут, это путается толку, и неверное место, русло, вот, народного гнева сваливается просто на высшую школу экономики. Ну, правильно нужно выписать конкретных экспертов с их именами. Гнев должен быть адресный. Вот эти люди являются разрушителями образования. Вот их список, значит, смотрите, вот он опубликован. И они, значит, вот, ну, теперь будут жить с пониманием, что мы их список знаем, как список миротворецов, ну, разрушители образования, конечно. Я первый среди людей по фамилии Саватеев, как мне сказать. Разрушители образования, это, конечно, громко, потому что там, ну, как-то все-таки наша образовательная система работает. не до конца я разрушил. Ну, да. В общем, вот такие вот, как бы, цветник наш, зоопарк вот этих людей должен быть сделан. Да. Да, теперь давай ко второму, да, переходить, в принципе, да? Да, то есть, я считаю, что нужно пересмотреть программу подготовки учителей, потому что у нас есть определенная проблема, связанная с тем, что у нас советская педагогика развивалась какое-то время, ну, 30-е годы не считаем, потому что там было пресловутое постановление о педагогических извращениях, и в какой-то момент там вот все, что говорил Выгодки, Лурия, Леонтьев немножечко поставили на паузу, вот, но как бы с 60-х годов начиная и далее у нас педагогика снова начала опираться на деятельностный подход, на предпосылки диалектического материализма, вот эта идея абсолютного духа и идея того, что у нас есть общественное сознание какое-то, вот, то есть, были неоднократные попытки переложить в связи с этим функцию воспитания на коллектив, это можно смотреть по различным проектам, которые делали, там, что Макаренко в 20-е годы, трудовое воспитание, что Караковский, школа Караковского была, вот, и, естественно, это все вылилось в некоторые практики массового образования, в частности из социал-конструктивизма. Проблема социал-конструктивизма в том, что Выгодского в частности это был такой деятель, психолог и философ в начале 20-го века, он умер в 1934 году, прямо за три года до, за четыре года, за три года, до постановления вот этого, вот, которое все забанило. Этот пункт, он такой, довольно академический, то есть я, если честно, несмотря на свой большой опыт ведения разных лекций, я не очень понимаю сейчас, о чем идет речь и, наверное, те, к кому мы будем обращаться, тоже это, вряд ли поймут этот дискурс, то есть вопрос такой, смотри, верно ли, что пункт 2 это все-таки надалекое будущее, когда мы уже вернем нормальные зарплаты и учителей из загнанного... ты не можешь учить педагога тому, что не основано ни на чем. То есть, как бы вот, то, что говорил Выгодский, как психолог, то, что у нас образование имеет исключительно социальную природу и никакую другую, например, это ложь, это неверно. То есть, до сих пор идут споры, у нас есть социальный элемент в образовании, но какая доля его, это до сих пор открытый вопрос. А у нас используют цитаты Выгодского как просто как бы истину в последней инстанции. А вот, грубо говоря, вот это вот новое педагогическое образование, которое в ЦПМе у Ященко вместе с, по-моему, с матфаком Вышки бакалавриат педагогики. Я не знаю, кто это такой, поэтому я не в курсе. Ну, ты знаешь, наверное, это образование учителей, как математики готовят и физики. А, слушай, да-да-да-да-да-да, вот это помню, да-да-да. Вот. И там, ну, вот верно ли, что на том, что у них происходит на занятиях, реально влияет этот дискурс, спор про то, как... Я... То есть, вот, насколько это актуальный вопрос? Мне кажется, что спецификом от фака Вышки будет все-таки со смещением от психологии. Ну, они могут, на самом деле, брать какие-то ложные элементы. Опять же, то же самое высказывание Выгодского, например, о том, что у нас язык это... У нас обучение языку имеет социальную природу. Тоже. Что Хомский опроверг, создав теорию генеративной лингвистики. Вот. То есть, они могут, в принципе, брать какие-то вещи, которые на поверхности лежат, да, и принимать их за истину, хотя основы-то под этим уже нет, теория-то, в принципе, повторяет. Нет, я хочу вот что сказать, что если первый пункт, он абсолютно понятен, ясно, что именно имеется в виду, что сидят какие-то в горе эксперты, которые непрерывно советуют неправильные вещи, то второй пункт очень сложно объяснить кому-то. Второй пункт можно объяснить так, что включите в образовательную программу достижения последних лет, то есть последних 20, 30, 40 лет. Потому что, когда мы говорим фамилию Вугоцки, он умер в 1934 году. Часть его разработок потом переработал Брунер, например, в 70-х, но все равно это старье. И было много чего нового, осмысленные практики Эриксона, например, теория памяти развелась. и это не рассказывают, либо рассказывают очень плохо в педагогических вузах. Из-за чего там у нас господи, у нас таксономию Булюма 50-летней давности, 60-летней давности на полном серьезе показывают ребята, вы о чем. То есть, ну, как бы, это все, это все фиктивные таксономии, которые не работают. Сейчас главная проблема в том, что просто контингент, который идет в педвузы, ну, как бы, он недостаточно просто высокого уровня, потому что перспективы дальше понятно какие. Правильно я понимаю, что это все-таки сейчас, то есть, вот этот вопрос я бы сделал как? В перспективе, я бы написал, его сделал последним пунктом, в перспективе пересмотреть программу. Да, не в перспективе, это пункт 1 и пункт 3, изменить механизм оплаты труда-педагога, да, вот следующий, да, да, но второй пункт он также критичен, потому что он испортит тебе поколение педагогов, если это не поправить. Ну, да, я понял, но да, но первый вопрос это чтобы в педагогику кто-то, ну, чтобы в эти вузы кто-то пошел, вот реально кто-то пошел и потом стал учителем. Да. А для этого нам нужно все равно решать сверхнасущные вопросы, вот номер 3, по поводу оплаты труда. Но здесь как бы понятно, тут по-моему даже задерживаться нельзя, тут просто надо отметить, что у нас нет альтернативы, просто нет альтернативы. Здесь есть уже инициативы, например, того же Олега Смолина, то, что педагогическая ставка 18 часов не может быть оплачена в размере меньше, чем 2 мрот. Да, да. Эта новость была вот буквально в марте этого года, то есть вполне себе объективное предложение, и нам нужно сформулировать что-то подобное. Ну да, ну либо просто присоединяться здесь к нему. Потому что проблема регионального финансирования состоит в том, что есть бедные регионы, есть богатые регионы, и денег за час педагоги получают с разрывом 300-400-500 рублей. Поэтому в Москве 500 рублей, в Алтайском крае 77. Ну да, в Москве средняя заплата учителя 117 тысяч. Я знаю. Вот. В общем... И, конечно, когда ее называешь, там, это воторопь людей в регионах просто впадает в воторопь. Да, да. Так, идем дальше. Значит, научное обоснование эффективности проведения ЕГЭ и ОГЭ. Да. Тут, в принципе, тоже все понятно, что затрачено огромное количество усилий на переход к этой системе. Она не лучше, чем предыдущая, просто по оценкам. То есть, она ничем себя не оправдала. на самом деле, на самом деле, на самом деле, я советую взять книжку Александра Шмелева, который входил в экспертный совет по архитектуре первого ЕГЭ в 2004 году, который излагает подковерную некоторую суть того, что произошло тогда. И он предлагал трехзвеневую модель оценки, более дешевую, чем ЕГЭ в текущем виде, который потом переработал Болотов из компании, которая включала в себя учет оценок, которые получил школьник в школе. Потом, соответственно, независимый, потом, соответственно, облегченную версию ЕГЭ без пункта С. И если, соответственно, эти два пункта разнятся, то проводить независимый экзамен. Да, вместо этого все сделали просто... Да, то есть сейчас выбрасывают собственно как называется это вопросы с выбором одного ответа из многих и добавляя туда ответы с раскрытого формата, но тогда вопрос а в чем смысл было делать ЕГЭ, если мы все равно вынуждаем делать проверку вот этих частей. Ну да, понятно. Поэтому... Ну, тут мы можем просто вернуться к этому. То есть, кто меня спрашивает, нужно ли отменить ЕГЭ? Нет, не нужно. Нужно просто его снабдить еще другими экзаменами. Нужно модифицировать его, да. Потому что, ну, необходимость экзамена этого, она состоит в том, что и государству надо как-то измерять эффективность. Нет, какой-либо экзамен все равно понятно, что ну, нужен... Нет, я бы на данном этапе пошел по пути на меньшего сопротивления, а именно просто ввел дополнительные экзамены, которые... Отменять ЕГЭ бессмысленно. Мы уже внедрём. Ну да. Теперь пять. На содержание. Необходимо сконцентрироваться на содержании образования, его качестве. Да. Вот. И прекратить финансирование госбюджета технологий, которые не используют учителями на практике. Все. Тут даже нечего обсуждать. Это очевидно. То есть, нужно заменить это финансирование на финансирование учителей. Ну, тут же список конкретно провальных проектов, которые... Да, тут нужен список провальных проектов. Совершенно верно. Чтобы это не повторилось. Да. Значит, выбор методически обосновать выбор системного деятельности и компетентностного подходов. Относительно компетентностного подхода вот такая вещь. У нас сейчас в ГОСы. В ГОСы заставляют преподавателей расписывать компетенции, которые студенты получат после того, как пройдут определенный курс. Во-первых, это занимает кучу времени. Во-вторых, на сложных профессиях это не работает. Потому что... Но у тебя несколько философских школ может быть. Три человека выпустят с одинаковым дипломом. Никого это на Западе не удивляет. А у нас почему-то хотят все привязать к компетенциям. И если мы будем гранулировать сложные профессии по компетенциям, им будет не с числа. Это же понятно. Поэтому вычленять такие вещи, это работает на простых довольно-таки профессиях, которые можно расчленить на отдельные элементы. Делай раз, делай два, делай три. А когда тебе нужно сформировать сложное критическое мышление, вот эту вещь сложную, которая шесть лет, да, специалитет, или магистратур, либо киловаряд с магистратурой длится, нельзя разбить на эти штучки. Да, да, все понятно. То есть, можем ли мы человека научить, как работать с SPSS или с Excel? Да, можем. Будет ли он понимать, что эти цифры означают? Поэтому вот этот подход к компетентности, он не применим к высшему образованию, да и к школьному образованию. Да, это все понятно. Это полностью понятно. Да. Ну и седьмое, это про учебники, то да, это совершенно очевидно. Сделать механизм грифования более прозрачным процессом. Да. Вернуть анонимность к группе рецензентов. Вообще, это просто сейчас, ну понятно, бессовестный распил, и все. Естественно. Я бы взял эти семь пунктов, и, если честно, вот если бы я делал, да, я второй бы заменил на убирание разобранозорских вот этих безумий. То есть, я бы второй пункт ввел как ПС, что когда мы будем уже исходить из системы образования нормального человека, мы вернем и в педагогику. Мне кажется, это критичный пункт, потому что уже сейчас существуют институты типа института Шиферса, уже сейчас существует институт образования, который лоббирует определенные направления в педагогике поверх остальных. А, ну хорошо, да. Да, он завязан с первым. Да, но тогда надо вернуть просто пункт с этим самым, с Рособранозором. Их можно даже объединить, потому что пересмотр программы обучения, он связан с тем, что лоббируют научно-исследовательские институты. Потому что... Объединить с первым. А, все, я понял, все. Тогда смотри, нужно объединить первый и второй, а вместо второго, который пойдет в первый, нужно написать про отчетность, что ее надо... Да. И у нас будет 7, вот 7 хороших числа. Да. Все, договорились. Спасибо.